В Махачкале 9.45 в студии Светлана Светгусейнова, редактор выпуска Шарипат Шургина. Здравствуйте! Новости! Президент России Владимир Путин назначил руководителя Следственного комитета по Дагестану, генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева, руководителем главного следственного управления СК России. Отряд боевых кораблей военно-морских сил Ирана находится с неофициальным визитом в порту Махачкалы. Командование иранских кораблей уже встретилось с российскими коллегами и руководством Дагестана. Далее их ждет знакомство с республикой. Визит иранских моряков продлится до 12 марта. Стратегическая и проектная сессия развития СМИ в Дагестане проходит в Махачкале. В мероприятии участвуют более 300 человек. Основная цель сессии – подготовка проекта указа главы Дагестана развития средств массовой информации до 2025 года. Первый вице-премьер Анатолий Карибов провел заседание Координационного совета по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате в республике. Как отметил Карибов, с прошлого месяца долги по выплате заработной платы в Дагестане снизились на 6,3 миллиона рублей. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Махачкале обращение граждан рассмотрел председатель Комитета народного собрания по бюджету, финансам и налогам Сейфуллах Исаков. Новости культуры Сегодня Театр поэзии приглашает на музыкально-поэтическую программу «С любовью к женщине» по произведениям Расула Гамзатова. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Вход свободный. Вести спорт Сегодня в Турции стартует 45-й международный турнир по вольной борьбе памяти Яшара Догу. Россию в Стамбуле представляют 8 дагестанцев, в том числе действующая чемпионка России Милана Дадашева. Сборная Дагестана по легкой атлетике «Спорт слепых» завоевала 20 медалей всероссийских соревнований в Челябинске. Представители нашей республики заняли два первых, по девять вторых и третьих мест. Всероссийский турнир по смешанным единоборствам «Каспий Опен» пройдет 18-19 марта в Каспийске. Это уже пятый турнир серии. Все предыдущие проводились исключительно по спортивной борьбе грэплинг. Хотя и наступила календарная весна, с теплой одеждой расставаться еще рано, утверждает начальник Дагидромедцентра Абдулгалим Дадашев. Температуры в отдельные дни будут помещаться до 12-14 градусов повсеместно, в отдельных горных районах до 24-25 градусов. Сегодня в Махачкале без осадков, ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду, температура 7-9 тепла, вода в море 6 градусов.